Ну что ж, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем эфир бизнес-канала на Финам.ФМ. Меня все еще зовут Олег Дмитриев. И сейчас время бизнес-класса программы, в которую мы приглашаем самых успешных бизнесменов России и разговариваем с ними о том, как же стать успешным. Тема сегодняшней программы, мне кажется, пятничная. Ну, если позволите, я такое игривое настроение задам. Тема следующая. Частное винокуренное производство в России. И вот об этом мы говорим сегодня в бизнес-классе. Я с удовольствием представляю моего гостя. Сегодня в студии Борис Родионов, предприниматель, историк русской водки, основатель частной винокурни Родионов с сыновьями. Добрый день, Борис. Добрый день. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Я думаю, разговор будет интересный, ну, как минимум, тема-то очень интересная. Борис, вопрос номер один. Как так случилось, что вы занялись именно этим бизнесом? Ну, на самом деле это произошло достаточно случайно. Я никогда не думал о том, что я буду заниматься чем-то подобным. Вообще буду работать в области алкоголя. Мои интересы лежали совершенно в другой области. Но лет 10 назад я просто для себя решил сделать водку в домашних условиях. Сам не сюда. Ну, для себя. Это было связано с тем, что, если вспомните, вот лет 10 назад, и даже раньше намного было, очень много разговоров, публикаций по всем каналам СМИ о том, что идет волна фальсификатов, травится народ водки. Думаю, ну, что я буду травиться? Да еще за свои деньги. Я сам сделаю себе водку дома и знаю из чего. И вот было, так сказать, у меня колоссальное удивление, когда я не смог сделать водку. Я, что бы я ни делал, сколько раз не перегонял, у меня получался, так сказать, самогон. Все лучше и лучше, но самогон, да? Наверное, сказать, не надо нашим мужикам, в общем-то, объяснять, чем отличается водка от любого другого напитка. Я думаю, не надо, конечно. С другой стороны, может быть, и скажем пару слов. Водка отличается от любого напитка мира тем, что в ней отсутствуют примеси. А раз отсутствуют примеси, значит, нет ни вкуса, ни запаха, ничего, кроме спирта. Спирт и вода, все, да. Все остальные напитки имеют какой-то вкус, аромат, потому что там есть примеси, да, тоже коньяк, виски возьмем. Да, и наш самогон. Кстати, извините, Марит, можно сказать, что в этом случае, с этой точки зрения, точнее, водка выгодно отличается от всех других напитков, потому что возможности, да, вот, ну, условно говоря, ее каким-то образом испортить, да, если, если, если качественная вода и качественный спирт, возможности испортить водку нет. Тут, понимаете, трудный очень вопрос. С одной стороны, да. Смотря, а что вы хотите от напитка? Если вы хотите сделаться пьяным, просто, да, водка – идеальный напиток, просто идеальный. Берешь хороший спирт, хорошую воду, смешал, значит, это в домашних условиях можно, если у тебя уголек есть еще, на угольке подержал, значит, ты получил все средства для опьянения. Кстати, вот, пресловутый 40 градусов, это тоже обязательный такой, да, нюанс? – Я вспоминаю Булгакова, там, помните, да, разговор за обедом, хорошая, да, английская водка – 30 градусов, а водка, наверное, 40, сказал профессор. – Это очень интересный аспект, я это специально все, так сказать, изучал, давайте мы сейчас к этому вернемся, да, потому что на самом деле стандарт водки, скажем так, напитков русских на протяжении столетий был 38,5 градусов. 40 это оказалось, потом и с Менделеем это никак не связано. – Так вот, теперь возвращаясь к этому вопросу, с которого мы начали. Если же вы хотите получить удовольствие от выпи-то-го, причем удовольствие именно вкусовое, ароматическое, да, тогда, пожалуй, вы водку пить не будете, потому что там нечем наслаждаться. – Совершенно верно, вкус-то, да. – Там нужен вкус-то, да, вы будете пить вино, да, и цокать языком, и искать какие-то там… – Букет, букет. – Букет. Или вы будете пить коньяк, вы будете пить виски, да, и тоже, как я вот спорю, когда пьют зонтаки и густаторы, сколько нюансов они находят там, да, всевозможных. – Почитайте их отзывы, это же романы, значит, как это о виске. – Говорят, тогда вот эти напитки. – Но, к сожалению, вы не найдете сейчас русского напитка, крепкого, которым вы могли бы наслаждаться именно вкусово. – Угу. – Водка на это явно не годится. – Поэтому, возвращаясь к нашему, так сказать, первому, с чего сказать, я начинал, начинал с того, что я хотел… Но я хотел сделать водку, потому что я ничего другого не знал, как вы все нормальные потребители. Я вырос на водке, привык к водке и хотел сделать водку. И она у меня не получилась. И когда она у меня не получилась, у меня получался самогон, то есть вкусовой напиток, да, и я стал изучать, я понял, что водку я сделать в домашних условиях не могу. Для этого нужна колонна ректификационная, громадная, которую дома нельзя сделать. Значит, и вот с этого у меня начался интерес к этому делу. Я говорю, как так колонны ректификационные? А как же раньше тогда делали, когда не было колонны? Колонны-то появились всего лишь, я потом быстро выяснил, появились в России в конце 19 века только. То есть водки нашей современной чуть-чуть больше ста лет. – Всего лишь? Не было спирта, нечего было разбавлять. А что же пили до этого? И пошло, пошло, поехало. И книги, которые, так сказать, были выпущены к тому времени, не отвечали на эти вопросы, по крайней мере, правдиво. Я как-то, так сказать, очень хорошо, так сказать, вижу, где правда. – Где ложь, где вымысел художественный. – Да, где, так сказать. И поэтому я пошел сам по архивам, пошел в библиотеки, в Ленинке, в Питерске. Высидел, посмотрел, и картина оказалась разительно отличающаяся от того, о чем мы все знали и думали, и я в том числе. И тогда я написал об этом пару книг, где изложил свои знания. И в этих книгах я говорил о том, что мы потеряли свою культуру на самом деле. Вот в 1895 году мы, царское правительство, значит, так, да. – Мы россияне. – Россияне, да. Оно ввело жесткую монополию с одновременным изменением всего вот этого алкогольного уклада. Они запретили делать по старым технологиям, а старые технологии это были точно такие же, как виски делаются, коньяк. Это были перегонные кубы. И заставили всех перейти на разведение ректификованного чистого спирта. Вот она появилась, водка, которой мы привыкли, и мы думаем, что мы пьем ее, народ пьет ее веками. Ничего подобного. Чуть-чуть больше ста лет. А вот до этого, почти 400 лет, Россия пила совершенно другие напитки. Причем, я повторяю, совершенно другие. Ничего общего с разведенным спиртом, не имеющими. Даже по градусности. И вот это меня очень заинтересовало. Значит, а что же мы пили? Попробовать то, что пили наши предки. И я года три потратил на то, чтобы восстановить эту технологию. Потому что кажется, что все очень просто. Ну, что они пили? Это очень быстро и понятно, можно в разных книгах, и это правда. То есть брали рожь, на основе ржи делали брагу. Значит, все это выдерживали. Потом все это перегоняли. Значит, один, два раза перегоняли. И получали напиток, который назывался простым вином, хлебным вином. Всегда было слово вино. То есть я хочу уточнить, хлебное вино, это не водка в том виде, в котором мы сейчас живем? Абсолютно. Ну, все, забудьте. Водка в современном виде не имеет аналогов ни в историческом плане, ни в географическом плане. Если вы посмотрите на весь мир, то вы не найдете ни одной страны, ни одной нации, которая бы делала водку. Я имею в виду, как свой национальный напиток. Сейчас все делают. Сейчас. Но это стали буквально лет 20, как водка, ну, 30 максимум, да, когда она стала, получила такое взрывное географическое распространение. Только по одной причине. Потому что ее очень легко делать. Очень низкая себестоимость. То есть капиталисты всего мира поняли, что что же они теряют бабки. Значит, и дружно начали делать водку. Тем более, что ее требуется все больше и больше, потому что в мире водка употребляется. В ней никто в мире не употребляет водку, как мы. Ее никто не пьет в чистом виде, кроме стран бывшей Российской империи, которые выросли на водке. Значит, все употребляют в виде коктейлей. Для коктейлей это великолепный. Идеальный вариант, потому что нет вкуса. Да, нет вкуса, нет запаха. Он не портит, делай что хочешь, а потом укрепил ее алкогольно. И в этом плане, так сказать, коктейли растет потребление, поэтому растет потребление водки, растет ее производство. Но, повторяю, это вот для вот этих целей. В качестве своих национальных напитков, посмотрите на любую нацию, на любую страну, все делают в перегонных кубах. Все делают в перегонных кубах свои, так сказать, вещи. Поэтому водки аналога нет. И России в историческом плане то же самое. Значит, современная водка началась в 1895 году и в массовом масштабе. Чуть-чуть раньше, буквально, может быть, лет на 10, раньше ее сделали наши заводчики мощные, типа, так сказать, Смирнов. Да. Да, и подобные ему. Борис, я вас прервую, извините, ради бога. У нас сейчас время новостей на Финам.ФМ. Мы сейчас послушаем их, а потом продолжим наш увлекательный. Итак, друзья, мы продолжаем наш сегодняшний пятничный эфир, тема которого частное винокуренное производство в России. Слово частное, кстати, я подчеркну, потому что здесь есть некая интрига, да, мы ее пока не коснулись, это чуть впереди. Напомню, в эфире бизнес-класса, сегодня Борис Родионов, предприниматель, историк русской водки, основатель частной винокурни Родиона с сыровьями. Уважаемые слушатели, еще раз для вас напоминание 6510996, код Москвы 495, это телефон студии, телефон прямого эфира. Сайт компании финам.ФМ, вы можете позвонить, задать свой вопрос или написать его, мы его озвучим. Ну что ж, Борис, давайте продолжим, очень интересный рассказ. Ну, хорошо, я постараюсь сейчас как-то очень кратко пройтись по истории, а иначе у нас не останется времени для современных вещей, ради чего, собственно говоря, вы меня пригласили. Но без понимания исторических корней будет, как вы сказали, бизнес-класс будет невозможен, потому что непонятен предмет. Поэтому я сейчас возвращаюсь, еще раз говорю, я хочу, чтобы закрепилась вот эта вот мысль о том, что водка современная, это абсолютно уникальный напиток, которого нет ни у кого больше. Это только в России он родился, значит, и поэтому вот он, конечно, это наш русский напиток, но, повторяю, он не имеет ничего общего с нашей историчностью. Так вот, а теперь, а что было? Итак, в России производились все крепкие напитки, точно по такой же технологии, как делались и во всем мире в то время. Началось это где-то в начале 16 века. Первое упоминание, 1517 год. Если кто-то вам скажет, что, так сказать, есть упоминание раньше, 1517 года, не верьте, это все толкование некие. Значит, я прошел все, и любая фраза, которую некоторые, так сказать, а вот тут похоже на то, что наши все-таки умели перегонять, то есть не сбраживать, как раньше, да, были. Ведь весь мир пил сначала сброженные напитки, вино, брага, мед, пиво, да, это очень древние, так сказать, напитки. А вот когда научились перегонять, да, и дистиллировать вот эти вещи, конденсировать, вернее, процесс дистилляции, вот тут началась революция алкогольная. Появился совершенно другой тип напитков, крепкие напитки. Так вот, еще раз говорю, что если кто-то говорит, а вот похоже, что наши могли это делать там в 1300-ом, 1300-ом, это только толкование, намеки. Это не выдерживает никакой критики. Пока таких достоверных сведений у нас нет, и я уверен, что их и не будет. Потому что, ну, почему не будет, скорее всего. Потому что не было этого. Если будет, я буду очень рад и благодарен. Я первый же, так сказать, признаю свое поражение. Пока мы можем с достоверностью говорить, что первые сведения 1517-й год. И вот с этого момента начинается наша история винокурения. Так вот, продуктом винокурения было вино, которое получали из ржи. Потому что ржи у нас было много. Естественно, поэтому делалось из ржи. Получали, делали две перегонки, точно так же, как виски делалось. И сейчас виски так делаются. Два перегона, так сказать. И после второго перегона получали, так называемое, простое вино. Если делали из хлеба, из хлебных злаков, это было хлебное вино. Хлебное вино поступало в продажу в виде полугара. Это, ну, понимаете, там была большая проблема. И наши предки ее достаточно изящно решили. Ведь спиртометров нет, а качество надо определять. Потому что, так сказать, это очень сложно, чтобы был постоянный стандарт качества. И вот разные страны решали по-разному. В России это было решено путем так называемой проб. Пробы отжигом. Наливали определенное количество в медную отжигательницу, так называемую. Подогревали, поджигали. И вот для того, чтобы это вино было принято в оборот, в казну, в продажу, чтобы имели право продавать и потреблять, должна была сгореть ровно половина. Вот половина сгорела, все, принимаем, пожалуйста, давай работай. Такое вино, которое сгорало наполовину, называлось полугарное вино, или сокращенно полугар. И вся Россия производила, продавала, покупала полугар. Все шло на полугар. Причем очень долго, до середины 19 века. А, кстати, крепость напитка, она как-то закреплялась тоже в данном случае? Так вот, понимаете, наполовину сгорала совершенно жидкость с определенным содержанием спирта. Это физически определяется. А потом, когда появились спиртометры и измерили крепость полугара, оказалось, что вот в наших единицах обычных это 38,5 градусов. То есть это половина того, что может чистый спирт, собственно, да? Ну, не совсем половина, потому что если бы половина, то 50 градусов было бы. Ну, там сложный процесс физический, там же сгорает спирт, но при этом испаряется и вода. Вот, и поэтому опытным путем вот, вот половина нас устраивала. И по вкусовым качествам, по всем. Люди не знали, сколько это градусов. Тогда не было единиц градусов. А был полугар. Потом оказалось 38,5. Кстати говоря, вот вы сказали в самом начале нашего разговора о том, что вот 40 градусов, 30 градусов, да? Да, да. Что у Болгакова было. Так что такое 40 градусов? 40 градусов это округленная крепость полугара. То есть в 1866 году, когда уже три года у нас была, шла акцизная система взимания налогов, и чиновники мерили градусами уже, градусниками, спиртометрами, мерили крепость, а потом по формуле умножали и говорили, кому сколько платить акцизов. Так вот они замучились умножать на эти 38, 39, ну что получалось там, да? Восемь с половиной, и идя им навстречу, во многом, хотя были и другие резоны, конечно. Было законодательно закреплено, что крепость полугара считать 40 градусов. Вот и все. То есть это просто округлили. Никакого Менделеева рядом не стояло. Я не буду сейчас рассказывать подробно ошибки Менделеева, скажу только одно, что Менделеев никогда не занимался изучением питейных свойств спиртоводных растворов. Он был ученый. Его интересовали физические и химические свойства. Он измерял удельные веса. И, кстати, на основании его измерений сейчас все алкометрические таблицы мира. Вот в этом его великий вклад вообще в алкогольное дело. Но только не в рецепт водки. Да, да, да. И не в дела. Он в своих исследованиях даже не дошел до 40 градусов по объему. Он работал с весовыми объемами. Поэтому это все кто-то придумал. Ну, понятно. Косевая легия. Она легла классно на нашу ментальность, на душу, да, связать рюмочку водки, которую я пью с великим именем великого человека. Но, к сожалению, это все не так. Так вот, хлебное вино. Есть стандарт полугар. Но водка-то откуда взялась? А водка, она появилась позже. И слово это появилось позже. Примерно, вернее, в то же время, когда, так сказать, научились делать вино, хлебное вино, уже встречается в летопосях слова водка. Но оно встречается только в значении лекарства. Лекарство... Борис, спросите, пожалуйста, возвращаясь к полугару. Правильно я понимаю, что хлебное вино, все-таки там есть... Привкус есть некий, да? Это не водка, где только вода и спирт. А у хлебного вина есть... Там будет здоров вкуса всякого. Потому что любой продукт, сделанный в перегонном кубе, причем особенно в простом перегонном кубе, неснабженном всякими там дефлегматорскими приставками, как в современной, так сказать, он несет колоссальное количество примесей всевозможных. И именно они дают вкус и аромат. Другое дело, что это может быть вкусно, может быть, кому-то невкусно. Ну, это дело... Но попробуйте, лишите коньяк элитнейший, дорогой коньяк, да? Который является, так сказать, я не знаю, символом, да? Гордостью. Гордостью Франции. И, собственно говоря, очень многие люди получают, искренне получают наслаждение от его употребления, особенно от хорошего. Лишите его примесей. И все. Это не будет коньяк, это будет наша современная водка. То есть только примеси делают напиток вкусоароматическим. А дальше уже это ваше пристрастие. Они диктуют, а что выбирать. Кто-то выбирает коньяк, у него один набор примесей, у виски, у него другой набор, кто-то грапа, кто-то текила, кто-то... И вот теперь появляется возможность выбирать и наш напиток русский. Исколно русский. Мы получили полугар, который мне пришлось наладить его в выпуск, потому что, так сказать, другого ничего не оставалось. А почему, тоже я сейчас пару слов скажу. Так вот, сначала я скажу, сказать, все-таки водка. Водка — это лекарство. Изначально слово водка — это лекарство. Поэтому, когда кто-то выводит слово водка из слова вода, что вот спирт разводили водой, и поэтому... Получилось водка. Поэтому получилось слово водка. Ребята, скажите, пожалуйста, помните, что выводите это слово из лекарства, а не из вот этого вот разведения там спирта водой. Это в свое время Похлебкин запустил вот эту вот теорию, псевдонаучно пытаясь ее обосновать. Значит, ни один серьезный лингвист и исследователь ее не приемлет, но народу так легко. Ну, вода водка. Ну, так просто, конечно, озвучено как минимум. Да, все просто. Короче говоря, это было лекарство. Но лекарство, и повторяю, настой всяких трав, кореньев этих, на спиртовой основе, на том же хлебном вине. Потом народ потихоньку распробовал, что этим можно не только лечиться, а оказывается, это иногда и вкусно. Да, все-таки есть определенные такие добавочки, вкусоароматические дают. И начали выпускать уже в количествах, превышающих лечебные потребности. Уже чисто для выпивания. И вот на основе этого аптечного искусства появилась новая отрасль, которая производила уже такие, так сказать, вкусоароматические напитки. И они унаследовали название водка. То есть водкой до середины 19 века, значит, и в бытовых, и в, как назвать, господи, в документах регламентирующих, да, в указах всегда это было так. Так, без добавок, это вино, настояли на чем-то, добавили чего-то туда, значит, потом чаще всего еще раз перегнали, вот тогда это водка. То есть люди четко понимали, то есть если, так сказать, говорить слово водка, все, они понимают, о чем идет речь, значит, там, настояли, на что-то сделали. Обычно водка сопровождалась какая? Вот у того же Булгакова, вспомните, он говорит, я вам рекомендую не английскую горькую, а возьмите простой русской, да. Все, люди понимали, что такое английская водка, да, это была своя рецептура, сказать, вещи. Или в другом произведении водку пьете, государь-батюшка, помните, Иван Васильевич? Пьем Анисовую. Да, да, да. Но с другой стороны, видишь, эти произведения, когда, так сказать, Иван Васильевич, ты же современный режиссер, это же он сказал, да, это же не сказал Иван Васильевич, ключница делала, ну, это все, у нас в нашем представлении существует некий мир, да, который мы себе сами нарисовали с помощью писателей, художников, режиссеров, да, они нам вложили вот эти вещи, и мы думаем, что так оно и было. Да, совершенно верно. Да, да, а когда вот разбираешься в этих вещах, оказывается, очень многое не так. И поэтому, когда я сам с этими разобрался, мне хотелось поделиться, поэтому я и вот написал вот эту книгу «История русской водки от полугара до наших дней», «Правда и ложь о русской водке», там все это очень подробно, сказать, расписано. Итак, мы говорим о том, что вино без добавок, водка со всякими ароматическими добавками. Но в XIX веке произошла какая-то удивительная вещь, и я так и не понял, почему. В середине XIX века в бытовом нашем языке словом «водка» стали называть все подряд. Вот крепкий напиток любой, крепкий, водка, виски, это водка. Это есть логика, да, мы стремимся к упрощению. Черт его знает, но оно нам так дорого стоило, это упрощение, на самом деле. Потому что мы забыли, да, изначально. Из-за этого мы потеряли, так сказать, бренд «водка». Борис, я еще раз прошу прощения, сейчас снова новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем сегодняшний эфир «Бизнес-класс. Частное винокуренное производство в России». Его тема. В гостях у меня Борис Родионов, предприниматель, историк русской водки, основатель частной винокурни Родионов с сыновьями. Еще раз я напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Ну и продолжаем наш увлекательный разговор, увлекательную беседу. Прервались мы на том, что потеряна была, да, основная идея. Водка это вот это, а не все, что бы, да, коим образом как-то похоже. То есть стали называть все подряд водкой. Все подряд. Ну и это привело к тому, что сейчас люди, когда, так сказать, берут в магазине водку, и они привыкли к определенному вкусу, да, так сказать, водки. Значит, и они когда встречают в литературе, или вот наши писатели, которые пишут о исторические произведения, они употребляют кругом слово «водка». Блядь, что сказать, и Петр Первый пил водку, и эти пили водку. Вот это все дело, да, пили они водку. Но в то время, когда они пили водку, водка это был, это был настой хлебного вина. На этом вкусу никакого вообще вкуса рядом не лежало в современной водке. И, ну, об этом никто не задумывается, не понимает. Разве это просто разные напитки. Ну и последнее, наверное, что нужно сказать, это в том, что вот эта вот культура хлебного вина и водки, вот той водки, вкусовой водки, она продолжалась почти 400 лет и была в одночасье прервана. То есть как же получилось, что мы все это потеряли? Потеряли просто, так сказать, бездарно, профуколь. Значит, и сейчас, если вы идете в магазин, ничего подобного нет. Вы увидите 5000 сортов привычной нам современной водки, значит, которая, ну, как вы думаете, она может отличаться, так сказать, друг от друга 5000, там, да? Я думаю, вряд ли. Да, нет, конечно. Водка ведь для нас как она? Водка хорошая и плохая, вот и все. Дорогая и дешевая, да, если так может быть. Да, и дешевая. То есть о каких там нюансах вкусовых можно говорить? Нельзя. Ну, правда, извините, Борис, да, тем не менее, ну, я так понимаю, это опять маркетинговые некие ходы, но тем не менее производители там подписывают, что вот здесь вот чистейшая вода горного источника. Здесь что-то там, через что-то она пропущена, потому что это вот еще круче стало. Я думаю, все-таки это такое лукавство, наверное, да? Ну, на самом деле лукавство. Я при этом, вот, поймите, что я не противник водки. Меня очень часто выставляют, что вот, ты, так сказать, против нашей русской водки, да? Ты такой, ты же говоришь, когда они плохо... Не патриот, да? Да, не патриот, ты же, так сказать, и вред наносишь, да? Отходит, говорит, я не против нее, я просто за честность. Конечно, надо вещи называть своими именами. Я не хочу, чтобы она исчезла с прилавков, ради бога, да, сказать, мы к ней привыкли, у нее масса поклонников, у нее есть и свои достоинства, сказать, с той же виски, с тем же, так сказать, там, или коньяком, нельзя же, так сказать, там, селедочку, соленый огурчик, да, вот с нашей запотевшей, это совсем другое дело. Поэтому было, но, только не надо врать, да, но с другой стороны, те же маркетологи, ну, а что делать, а как их продать? А как свой продукт продать, когда рядом стоит точно такой же? Еще, да, еще 200 таких же. Мы это что-то придумаем, это придумаем, и ради бога, это вообще, на самом деле, вранье, но оно безобидное. Да, люди свои задачки-то решают, ради бога. Так вот, я еще раз в России говорю о том, что вот все это благолепие закончилось в 1895 году по одной простой причине. Деньги нужны были государству, пришел Витте, молодой, амбициозный, начали строить там колоссальную магистраль, дальше самый золотой рубль, вводятся, нужны деньги, где деньги? А вот давайте монополизируем алкогольную торговлю, и у нас появится масса новых денег. Но просто так забрать нельзя было. Но уже все-таки были какие-то зачатки гражданского общества, хотя, в общем-то, конечно, это зачатки, но все равно, нужно было объяснять, почему. И тогда придумали такое объяснение красивое, значит, о том, что все, что вы сейчас пьете алкогольное, это вредное, потому что там масса примесей. А примеси, они вредные. И поэтому, сказать, вот сейчас мы это монополизируем, и будем выпускать все очень чистое. И очень полезное. Да, ну, по крайней мере, менее вредное. То есть государство о вас будет заботиться и сделает. И вот под этим лозунгом, то есть о народном здравии, и была введена монополия. Ну, сказали, сделали, построили 300 заводов спиртоочистительных, значит, и все, и стали выпускать современную водку. Но называлась она все равно вином. Это было казенное вино. Потому что водкой нельзя было называть, потому что там не было никаких примесей. Это все на уровне государства соблюдалось очень четко. Да, то есть были щепетильно к этому относились. Абсолютно. Когда я говорил о том, что водкой стали называть все подряд, это в бытовом языке, это в литературном языке. Художественные произведения писали кругом, водка, водка, водка. А в этом языке, в казенном, никаких вольностей не позволялось. И водкой, разведенный спирт, водой стали называть уже официально, только уже при советской власти. Это в 1936 году вышел новый гост, который все перевернул с ног на голову. Он сказал в этом госте, вода, спирт и очищенный углем называть водкой. А если какая-то добавочка есть там, что-то, на чем-то настояли, то это настойка. Вот тогда сменился официальный лексикон. Только в 1936 году. И вот в 1895 году мы потеряли. Мы потеряли вот эту всю культуру нашу старую. И вот когда я все это раскопал, посмотрел, написал, мне стало страшно обидно за то, что мы это потеряли. А еще обиднее стало, когда, вот я, по-моему, уже сказал, да, что я три года потратил на то, чтобы восстановить технологию. Я сказал о том, что внешне это выглядит просто. А на самом деле, чтобы сделать вкусно, да, не вкусно просто. Сейчас любой, у кого есть самогонный аппарат, и если он не ленивый, то возьмет рожь, там, забродит ее в интернете этих рецептов масса. Выгонит и получит хлебное вино. Простое хлебное вино. Ну, все-таки это будет самогон. Я когда говорю самогон, я в это вкладываю не то, чтобы отрицательный смысл. Нет, конечно. Я очень уважительно отношусь к самогоноварению, к самогонщикам, к этим, так сказать, делам. Они получают напиток, по крайней мере, более полезный, чем вот разведенный спирт. Это действительно, так сказать, полезней. Почему? Это, может быть, какая-нибудь другая тема. Может быть, будет когда-нибудь у нас с вами, чтобы сейчас не останавливаться. Но это так. А вот сделать его элитным напитком, напитком, который пили наши дворяне, князья да графья, а они пили именно, так сказать, они знали толк во всем этом питье. Вот это оказалось дико сложно. Вот на это у меня и три года ушло. Но когда, так сказать, у меня это получилось, когда я, так сказать, понял, что это да. Это оно. Это оно. А чем, кстати, вот эта элитарность, она была в вами выявлена? Ну, вот то, что не получается, не получается, не получается, а потом вдруг вот это оно. Понимаете, да, какая штука. В чем заключается элитарность? Вот получить просто напиток в перегонном кубе, выгнать, да? Ну, давайте термином самогон будем, да? Самогон. Но вы же всегда, когда берете вот трюмку, да, с этим делом, вы там смотрите, у, самогон. Да, и чаще всего все-таки люди придирчивые, да, которые, так сказать, понимают толк выпивки, их это, ну, скажем, они морщатся. Поморщатся, конечно. Почему? Да потому что там присутствуют излишние, ну, некоторые тона, но я вот для себя называю это самогонистостью. Присутствует излишняя самогонистость. Самогонистость, да. А вот возьмем граппу, например, да, там тоже вот простую там граппу возьмешь, она тоже самогонистая. А элитные? Нет, причем она в бочке не выдерживалась. Есть граппы, которые, текила там, есть, которые не выдерживаются, то есть не забиваются этими бочковыми вкусами, да, этими делами. Нет, а куда это делать, в чем дело, почему где-то есть, где-то нет. Есть определенные приемы, но с виноградом намного проще, винограды богом данный материал, да, для этих дел. А вот наши зерновые, там все сложнее. И надо как-то, так сказать, это дело облагораживать, убирать. Процессы облагораживания, они шли, вот, кстати говоря, тоже. На Западе очень просто, там брали бочки, выдерживали, и все, и благородный, и пошел. Ну, было три, там, года. Наши, разве, могут три года терпеть, да, сделали, нет? Я думаю, больше, чем три года, да? Они, ну, это минимум. Да, да, да. У нас была абсолютно другая культура. Бочки у нас не приживались и не прижились. У нас была другая культура. Она заключалась в том, что, так сказать, там, перегоняли еще раз, еще раз, там, фильтровали, выдерживали. Быстрее, быстрее. Просто лили туда все, все опробовали, сказать, все, абсолютно все, что под рукой было. В конечном итоге пришли к выводу, что лучше всего это все-таки белковая очистка, там, молоко, яичный белок, уголь обязательно, еще раз, фильтровки, все. Поработали, недельки-две на это дело убили, все, и вы получили классный напиток. Основное отличие этого напитка от всех остальных, это запах хлеба. Вот надо, обрабатывая такими способами, не убить хлеб. Вот что было сложно. Вот почему я долго мучился, почему у меня ничего не получалось. Потому что или я обрабатывая, оставляю самогонь, я убираю самогонистость, у меня убирается хлеб. И вот найти баланс, то, что вот наши предки очень хорошо, сказать, умели и знали, вот это очень долго не получалось. В общем, забавно, у наших предков и не было таких технологий. Они все это дело на ощупь делали, вручную? Ну, конечно, на ощупь, вручную. Ну, да нет, перед ним можно преклоняться, как они все это, так сказать, интуитивно все понимали. Так вот, когда я это, так сказать, получил и сделал, я восхитился, так сказать, этим делом, восхитились мои друзья, близкие, родные, так сказать, и все, кому я, так сказать, делал. Мне стало так обидно, ну что ж такое, а? И я, собственно, попытался найти тех, кто бы наладил выпуск этого продукта. И у меня ничего не получилось. Кому бы я ни обращался, ну... Ну, вы обращались к частным каким-то предприятиям. Ну, собственно, у нас все частные, у нас государственных-то и нет, есть с участием государства крупные фирмы, но все равно они позиционируются, как там, о-о-о, там, о-о-о, я обращался, да, я просил, ребят, смотрите, дал пробовать вкуснятина какая-то, действительно вкусно, хорошо, так сказать. А как я вот так, как только я рассказывал, как это делать, как это сложно, как это... Все грустнели и говорили, нет, ну, лучше мы будем делать все-таки нашу водку. То есть проблема именно в этом, да? То есть сразу это сложность, это сразу затратность, да, дополнительно, это нерентабельно. Это очень сложно, вот, сделать, так сказать, вещи, и я понял, что я никого не найду. И тогда вот оставалось, ну что, я мог остаться писателем, писатель, я и сейчас продолжаю исследовать этих, сейчас готовлю такой многотомник указов по винокурению, всех вещей, собираю все высказывания иностранцев. Ну, вот это поле очень такое, так сказать, нескончаемое. Ну, и малопаханное надо признать, наверное, да? По крайней мере, малопаханное, ну, честно. В этих всех исследованиях очень много такого, так сказать, идеологически пропагандистского. Да. Значит, мне хочется, чтобы у нас была, так сказать, абсолютно честная история, хотя бы, сказать, ну, в этом отношении. Или же что-то делать, да? Так вот... Сделать самому уже. Да, и тогда, значит, вот, сыновьями посоветовались, подумают, ну что, наскребем, давай попробуем все-таки что-то сделать. Здорово, здорово. Борис, еще раз слушаем новости на Финам-ФМ, прервемся, потом у нас есть вопросы, будем отвечать на них. Итак, друзья, мы продолжаем нашу беседу, мы говорим сегодня о частном винокуренном производстве в России, у нас есть вопросы. Ну, и я хочу сразу предупредить, у нас есть еще о чем поговорить. Борис много интересного еще нам расскажет. Давайте начнем со звонков. На линии Игорь. Игорь, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не сначала слушал вашу передачу, но я этим вопросом интересовался и, в общем-то, полностью согласен, что то, что продается сейчас у нас в магазинах, это вовсе не водка, не настоящая водка. Вот, ну вот я хотел полугар отведать, но вот как бы искал, ну, еще цена вот у нее очень большая. Отчего цена складывается? Ведь ее можно сравнить вот с элитным виски там. Ну, она же, ну, способ изготовления все равно проще ее, чем у виски. Спасибо, Игорь, за звонок. Вопрос понятен. Вопрос понятен, Борис. Да, вопрос понятен, но, Игорь, если вы не отойдете от радио, может быть, мы сделаем так. Я вот сейчас немножко расскажу, как это началось и как вообще продолжается, и станет понятно, откуда такие цены. Просто я бы не хотел, если я начну рассказывать сейчас, то я как бы забегу вперед. Тогда давайте мы сразу послушаем Светлану, и потом вы... Я обязательно отвечу на этот вопрос. Да, да, обязательно. Давайте послушаем. Светлана, добрый день, говорите. Спасибо вам, спасибо за передачу. Слушаю от самого начала. Спасибо. В общем, у меня вопрос такой. Я завтра еду на день рождения к подруге. И хотел бы, вот, слушая вашу передачу, купить ей вот такую вот бутылочку хорошего, ну, нашего русского напитка. Скажите, пожалуйста, как найти, в каких магазинах, как называется эта продукция, где я могу ее купить? Ясно. Светлана, ясно. Сейчас Борис ответит вам. Борис ответит. Давайте так. Примерно один и тот же вопрос. Чтобы не воспринимать. По ценнику и по... В азбуке вкуса. Есть еще много где, но вот, азбука вкуса, их же много. Я понял. Хорошо. Да. Продолжаем. Значит, мы сейчас говорим о производстве уже, да? Мы говорим о том, что, скажите, мы поняли, что никто не сделает. Эти вещи придется делать самому. И вот, когда мы решили делать, скажите, никто, ни у меня, ни у моих детей, ни у кого, ни малейшего опыта в алкогольном деле. И вот с нуля мы начали это, так сказать, делать. Первое, что мы поняли сразу и четко, в России это сделать не удастся. Потому что в России отсутствует законодательная база для производства зерновых дистиллятов. Я сейчас вот три года я работаю с институтом профильным, значит, бывшим соображением. Там руководство, к счастью, понимает этот вопрос. И вот я думаю, что еще год-полтора, и мы выпустим ГОСТ на эту продукцию. А сейчас она отсутствует. И поэтому, чтобы не пробивать лбом изменения этих дел, я поступил проще. Значит, я живу в Калининграде, в Калининградской области, там рядом Польша. Мы в Польше нашли старую заброшенную винокурню усадебную. Они сохранились в России, не сохранилось ничего. Значит, ее восстановили, и там у меня два маленьких небольших перегонных куба, на которых мы делаем вот это небольшое количество нашего хлебного вина. И везем его сюда, в Россию, наши исконные напитки. Произведенные за границей. Пользе, как импортные, да. Соответственно, все это, да, таможенная очистка были, будьте любезны. Вот, собственно говоря, вот потихоньку преодолели все, что только можно было, и все-таки вот наладили. И сейчас вот это русские настоящие напитки, они присутствуют у нас на рынке. Но, кстати, мне очень тяжело об этом говорить всегда. Потому что, когда я вот рассказываю вот историческую часть, все нормально, да, все в порядке. Когда я начинаю рассказывать, и меня спрашивают вот об этом бизнесе, о напитках существующих, которые я восстановил, все, тут начинается, так сказать, некое отторжение у людей, потому что они начинают принимать меня не как историка, не как вот человека, который вернул это все, а как бизнесмена, да. И каждое мое слово и каждое мое, так сказать, движение в этом направлении, ну, конечно, тебе же надо... Стремление заработать. Тебе же надо заработать, да. Ты сейчас чего угодно наговоришь, правильно? Да, да, сейчас я буду тебя слушать, ты мне наговоришь. Вот это страшная сложность, а что делать, да, а что делать? Я не могу разорвать этот круг, потому что я действительно ощущаю себя, ну, может быть, очень возвышенно, но, действительно, у меня есть некая миссия. Миссия вернуть эти напитки, так сказать, в наш обиход, нашим, так сказать, людям. Да, но я не могу это делать в убыток себе, я должен, естественно, я должен на этом зарабатывать, да, чтобы хотя бы покрывать то, что убит. Поэтому вот есть такая сложность в этих делах. Но поскольку эти бутылки делаются буквально, ну, несколько тысяч там месяц, ну, что это такое? Чуть ли не вручную, да? Ну, водки, а, делается все вручную. Конечно, вот. Конечно, вручную. Конечно. Разливается вручную, клеится вручную, так сказать, все делается вручную. Поэтому все это очень дорого. Дорого не только потому, что очень сложные технологии, да, сложные технологии, но потому что еще все вручную, все делается в небольших количествах, и все затраты, все валятся на эти бутылки. Это общий закон бизнеса. Все, что делается в малых количествах, все дорого. Вы думаете, почему коньяк или виски, которым 30 лет, очень дороги? Не потому, что на них накопилась такая цена за это время. Ничего подобного. Если посчитать, ну, подорожало, но не так намного. Они дороги, потому что их мало. Потому что вот таких выдержанных мало. Это штучный товар, да? Все, что штучно, все стоит очень дорого. Точно так же и мои полугары сейчас, которые, так сказать, вернулись на рынок. И я ничего не могу с этим, так сказать, сделать до тех пор, пока, так сказать, не будет массового производства. А массовое производство все-таки, я так предполагаю, либо это будет найден какой-то, да, стратегический инвестор, либо все-таки государство каким-то образом посмотрит. Государство никогда не посмотрит. Не посмотрит. Ну, оно может, государство может только одно. Оно может только монополизировать все на свете, да, и время от времени там у нас, по-моему, коммунисты, не помню, кто еще, справедливо росы, по-моему, выступают с этой идеей. Таких мысли много всегда, да. Глупый и неправильный, на мой взгляд. То есть вот, но, по крайней мере, я очень горд тем, что мне удалось все-таки, да, вернуть, если там два с половиной года назад, когда это только начиналось, никто и слова такого-то не знал, значит, там, полугара. Никто не думал, что кроме водки что-то в России еще было, да, то теперь, по крайней мере, далеко не все, но все-таки определенная часть, так сказать, людей знает, что кроме вот этой водки, с достаточно примитивным все-таки вкусом, есть богатые вкусом напитки, и они появились на прилавках. Да, по дорогой цене, да, они дорогие, но они уже доступны какому-то слою, так сказать, населения. Но я уверен, что пройдет время, и обязательно появится, значит, не уверен, что это буду я, но все равно появится массовая технология, и только дай бог, чтобы, сказать, она не резко снизила качество, да, вкусовые, потому что всегда, когда появляется массовость, обязательно появляется вот... Обязательно страдает качество. Что-то, да. Совершенно верно. Количество перетекает, или наоборот, качество перетекает в количество. Пока я еще горжусь своим качеством. Доброе вам, доброе. Борис, еще один вопрос от нашего слушателя, читаю. Чем отличается ваш полугар от высших питьей? Я, может быть, не совсем корректно произношу, или, может быть, не так... Да, 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 есть, есть, есть. Есть такое дело, вот Олег говорит, что это тоже очень дорогой напир, и тоже как национальный дистиллят он... Значит, основное отличие от высших питьей, с тем, что высшие питья, это как раз водка старинная водка. А что за название такое? Высшие питья? Ну, это как категория, высшие питья. То есть это питье высшего уровня? Да, я делаю в Польше, они делают во Франции свои напитки, значит, добавляя туда, по-моему, тмин, ну, в общем, какие-то добавки настаивают, снова перегоняют и вот, так сказать, вставляют. Их роднит со старинными технологиями то, что они настаивают и потом перегоняют, вот так делали раньше, да, и перегоняют. Но единственное, они... У них нет хлеба вот этого, которого, так сказать, почему-то они этим не дорожат и настаивают на таком, ну, очень высокоградусном, там, где очень мало примесей. Очень мало примесей. Можно говорить, что высшие питья, это тоже наша история, это тоже наши корни, или это что-то такое новомодное и изобретенное? Это так, трудно сказать, скажу, что вот конкурент по этому, так сказать. Да, ну, дело не в этом просто, да. Ваше мнение интересно, ваше мнение. Ну, я скажу так, что во времена, допустим, Екатерины и Елизаветы не было такого... Напитка. ...спирта, нет, спирта, на котором настаивалось вот то, что, так сказать, они. Он был гораздо грязнее. Поэтому это похоже, но это уже современный напиток. Он современный. Если я скрупулезно повторяю ту технологию, которая была, и даже перегонные кубы сделал, не купил, а изготовил, значит, вот тех времен, без всяких дефлегматоров, то высшие питья, я думаю, что они делаются на современном оборудовании, уже современный. Там очень мало примесей. То есть я хорошо это чувствую, то есть когда, скажем, пробуешь, что там тмин вкус, хороший вкус. Но вот этой основы хлебной, которая, так сказать, была основой всего наших русских напитков, там нет. Кстати, вспоминая вот то, о чем вы рассказывали, вы говорите, в Польше нашли винокурню, восстановили ее. Вот этот процесс, он тоже связан с тем, да, что надо, так сказать, максимально приблизиться к оригиналу. Ведь можно построить было заново, какие-нибудь, да, тоже используя современные технологии. Это могло бы быть, ну, я предположу, дешевле. Я вам скажу одно. Я об этом не думал. Это было дешевле. То есть строить с нуля, где-то находить место, проект, найти готовую, это было дешевле. Ну и слава богу, что она подвернулась. Да, конечно. Кстати, говоря о перспективах, да, возможности расширять ваше производство, вот эти возможности, от чего зависят, прежде всего? От того, чтобы спрос увеличился, да, от того, чтобы народ понял, вот сейчас это зависит только от спроса. Только от спроса. Только от спроса. То есть у вас личная возможность, если спрос действительно будет на высшем уровне, возможность расширить производство. Только расширять производство. Ну, есть такая возможность. Да, эти винокурни, они же, так сказать, когда ставили, вот она стоит у меня, винокурни, там еще несколько гектар земли к ней. Да, которые, пожалуйста, там расширяй, старайтесь. Но сейчас мы расширяем не само производство, расширяем номенклатуру. Вот если раньше Мы выпускали там полугар Он был чисто ржаной, там ржаной-солдовый Сейчас пшеничный, да Дальше еще один такой Вот Всякие там Тоже с тминами То есть ассортимент расширяется Да, сейчас мы делаем Ассортимент и дальше и дальше Будем делать этот ассортимент Все дело в том, чтобы только брали бы магазины Вот сети Ведь так тяжело в них входить Люди, которые Дорого, да, говорят, дорого Они не представляют себе, сколько стоит Вообще, сказать, сделать Привезти То, что с висками Сопоставим, вот говорят, как так Вы не выдерживали в бочках, там, 12 лет А стоит примерно так же И опять же повторяю Выдержка в бочках Ничего не дает прибавки Дает только количество Борис, огромное спасибо, времени, к сожалению, нет Я думаю, мы еще увидимся с вами обязательно в этой студии Борис Родионов Предприниматель, историк русской водки Основатель частной винокурнии Родионов с сыновьями Сегодня был в бизнес-классе Спасибо за внимание Всего хорошего успеха в бизнесе До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!